Капитан Сергей Беленко увлеченно рассказывает о буксире. Судно-отопитель впервые увидел курсантом, когда плавучая котельная подавала тепло в училище Голландия. Корабль один из старейших на флоте уступает лишь коммунне. Заложен в 1937 году. В 1939 спустили на воду его. Их 14 штук произвели. Называлось вначале ЧФ. Ну, то есть дали название, было ЧФ. Потом их переделали, после войны уже СП-10 было, судно паровое. Потом его переделали МБ-40, морской буксир-40. Он выполнял здесь функции доставки, швартовки, там, мишени таскаун. Нижнее название — ОТ-463. Это называется судно-отопитель, ну, порядковый номер его — 463. Несмотря на свой почтенный возраст, судно на плаву, и каждые два года заходит в док на плановый ремонт. Во время одного из осмотров цистерн команда обнаружила приветы с прошлого. От кораблестроителей завода «Орджоникидзе». И когда они залезли сюда, посмотрели, значит, внутри цистерны была сварка, сварщик. Написано, 1937 год, Вася. Эти цистерны вмещают до 70 тонн мазута, на котором буксир работает до сих пор. Топлиум питает два котла, мощностью по 400 лошадиных сил каждый. Это судно, водоизмещение, 620 тонн водоизмещение. Длина его 39 метров. Ну, он как исторический паровой, вот, очень был выносливый и работал без поломок. Вот, всегда был в строю. Команда трепетно относится к кораблю. Василий Бурун – машинист котельной установки. Работает здесь с 1984 года. Он отлично знает и механизмы корабля, и его историю. В войну такие буксиры ходили в дозоры. Их ценили за мощь и прочный корпус. Бомбежка была. И что получилось? Чуть ли не в трубу попала бомба. Значит, трубу снесло, и радист, столько радист пострадал. А машинист был, вот это машинное отделение, пулемет вот как палубу прострочил, пробил. А вот так около машиниста прошли пули, крупнокалиберные пули, и ничего. В Великую Отечественную матросы спали прямо здесь. В случае попадания бомбы было больше шансов спастись. На вооружении буксира стояли пушки 45-го калибра. Вот это бак. Вот тут стояли тумбы. Вот тут 45-ки стояли. Вот тут одна, и вторая вот здесь. И сверху эти пулеметы были два. По два слова спарены, два штуки. После войны буксир провожал и встречал корабли, перемещал плавучие краны и доставлял мишени на стрельбы. Однажды вместо цели болванка зацепила корму. Крейсер стрелял. Вот. И не в щит, а попал в корму. Вот сюда, в это помещение. А это была провизионка. Вот. Провизионка. Вот. Ну, она сейчас не работает. И тут мы... И продукты затопило все. Кроме того, буксир использовался в качестве аварийно-спасательного судна. Копой приводили в движение мощнейший насос. Повестник корабля, он до сих пор в рабочем состоянии. Может наполнить воздухом понтон, откачать воду и подавать ее для тушения пожаров. А то, что пропаривает, это пар. Для него никак. Но это не дым, он не влияет. Это чистая вода. Паровые двигатели и электрогенераторы уже не работают. В них нет необходимости. В доке судно доставляют буксиры помоложе. А вот котел работает, как и 75 лет назад. Нет, не на дровах. Они нужны, чтобы разогреть и запустить форсунки. Форсунка паровая. За счет пара давления в котле идет распыл топлива. Если нет пара, то есть мы не сможем не зажечь. И вот, когда мы запускаем, мы на дровах закидываем, поднимаем давление. Ну, как чайник. Скипает. Только свой пар появился, мы переходим на форсунку, уже работаем. В день на отопление уходит в среднем тонна мазута. Он нагревает опресненную воду. За счет этого и отапливается завод. Все процессы машинисты контролируют вручную. Кстати, работают они под водой. Ватерлиния. Ну, вот она находится. Вот это у нас сброс где-то в районе вот этой линии. Несмотря на богатую историю, в 90-х буксир чуть не отправили в утиль. Но усилиями команды судно было спасено. И сейчас оно исправно служит отопителям. Во-первых, это память. Во-первых, если дышит пароход, значит дышит завод. Значит, здесь на заводе очень много работает ветеранов. И на их памяти еще в 90-е годы вот он работает здесь. И они его смотрят на него и радуются. Что если работает корабль старенький такой, то и не будут дальше работать. Евгений Нипот, Дмитрий Фомин, Андрей Беженцев, Севинформбюро.